Спортивная площадка в Германии, в Ганновере. Вот материал, из которого сделаны щиты. Просто разрушить невозможно. Здесь вот цепь вместо сетки. Тоже вряд ли можно порвать. Достаточно крупная вязь. Боковые ограждения невысокие. Их практически и нет. А вот за воротами футбольными, или для ручного мяча, очень крупный материал. Металлический, крупный. И вряд ли его можно поломать или деформировать. Основание пола здесь асфальт. И кроме баскетбольной и футбольной площадки, здесь есть также скамейки. Для скейта вот такие подъемы. Вот они здесь. А также вот здесь разнообразные спуски овальной формы. В Германии практикуют круглогодичные, скажем так, столы теннисные, сделанные из бетона. Прочные, металлическая. Вот такая сетка. Сломать это практически невозможно. И во всех дворах они есть. Вот эти теннисные, ровные, стандартной формы столы. Кроме того, на этой детской площадке есть разнообразные места для игр. Сейчас я постараюсь показать часть из них. Здесь вот такие пружинистые столы в виде батутов, на которых можно сохранять равновесие. металлическая из нержавейки труба, по которой скользят дети вниз. Здесь песок. Домики разной формы. качели. И внизу такая стружка, покрытие. Так что кататься можно в любую погоду. огромная поляна, где можно играть подвижные игры. И здесь конструкция в виде скалолазания, так можно сказать, где дети ходят, сохраняя равновесие. вот они учатся, тренируют свой вестибулярный аппарат вот такой конструкции. Площадка достаточно большого размера. Думаю, где-то один гектар. Сто на сто. И также в песке есть вот такая пирамида, сделанная из тросов, по которым можно лазить. Высота ее примерно 12, нет, примерно 10 метров. И она переходит здесь в горизонтальное вот такое ответвление. вот она идет. Такая интересная детская площадка. Естественно, деревья, кустарники, очень много зелени, воздух очень чистый. Слово очень часто повторяемое, потому что нравится не только детям, мы не допустим это место. это